Привет, ребят! Сегодня я коротко расскажу, как прошить телефон ZTE Nubia M2. Довольно-таки неплохой телефон, 4х64 памяти, выглядит вот так вот в чёрно-золотом цвете. Один знакомый прислал мне его, потому что он не смог его настроить. Получил новый телефон из Китая, установлена якобы глобальная прошивка. Ну вот, смотрите, такое окно приветствия первичной настройки. Нажимаешь, выбираешь там Wi-Fi язык, далее Nubia Transfer, если хотите, переносите данные со старого телефона. Ну, нажимаете передать сейчас или пропуск, разницы нет. И опять всё циклится, зациклено, и возвращается на настройку языка, Wi-Fi, и опять Nubia Transfer. И так будет идти по кругу, никуда, ни на рабочий стол, никуда попасть вы не можете. Ни перезагрузка, ни сброс к заводским, никуда спасти вас не может. Единственное, что вы можете сделать, это шторку выдвинуть, перейти в настройки, ну и полазить здесь, посмотреть, какая прошивка у вас установлена, и что тут ещё. Международная прошивка NX551J N-CAMON версия 1.06. Уже есть поновее, явно видно, что китаец сшил, и скорее всего, рано перезагрузил телефон, или что-то пошло не так, что называется, прошивка стала криво. Поэтому качаем прошивку, берём любую карту памяти, чтобы она была форматирована в FAT32, именно в NTFS не получится, и забрасываем туда прошивку. Всё, карта памяти с прошивкой мы вставили в телефон. Что делаем теперь? Зажимаем громкость вверх и питание, для того, чтобы попасть в рекавери. Телефон зажужжал, питание отпустили, громкость продолжаем держать. На более старом рекавери был выбор языка, сейчас его нету, только китайский. Мы методом тыка попробуем найти. Скорее всего, первое это установить прошивку, второй это вайп. Желательно сделать вайп, если у вас такая ситуация, как у меня. Значит, движемся кнопками громкости вверх-вниз, на вторую строку попадаем, подтверждаем коротким нажатием на питание. Вот здесь вайп. Вайп All Applications, вайп Кэш. Давайте начнём с первого. Готово. И вайп Кэш. Вот так вот, и тоже выбираем второй. Тут, скорее всего, нет, да. Естественно, выбираем да. Готово. Кэш мы сделали, подтверждаем всё кнопкой. Третье меню. Думаю, что это вернуться назад. Back to Main меню. И теперь выбираем первый вариант. Это прошить нашу прошивку. С SD-карты, либо с OTG. Выбираем с SD-карты. И вот наша прошивка лежит здесь, на карте памяти. Вот она. Выбираем её. И нажимаем. Install. Всё. Побежали проценты установки прошивки. Вот и всё, ребят. Прошивка устанавливалась около 10 минут. Появилось окно первоначальной настройки. Совсем уже другое, в отличие от того. Видно, что переведено получше всё. И всё загрузилось нормально. Вбил я сразу Google аккаунт. Никакой зацикленности не было. Всё прошло хорошо. NX551J English Common. То есть общая версия 1.11. Последняя на сегодня, что называется, глобальная прошивка. Ну, по сути, это индусская прошивка, как и на Xiaomi. Всё хорошо. Работает тоже нормально. Прошивка от 24 октября 2017 года. Не забывайте, что если вы устанавливаете глобальную прошивку, то у вас блокируется загрузчик. Разблокировать его нужно здесь несколько иначе, в отличие от телефонов Xiaomi. И попроще, так скажем. Не нужно ждать разрешений, 15 суток. Ничего же этого делать не надо. Просто нужно использовать одну программу и всё. Так как вышла прошивка MIUI от Xiaomi на этот телефон, то в одном из следующих видео мы с вами перепрошьём его именно на MIUI и разблокируем загрузчик.